Привет, друзья! Записки, да, известные. Название, ну, наверное, заблюрим, озвучивать не будем, потому как, знаете, маркетплейс это такое место, ну, где изначально подразумевалось как бы из добрых побуждений, но стало, ну, вообще, на самом деле, помойкой, где кто во что гораст. Так, все по порядку. Так, да, опять тут отскочил и забыл, что говорил. Так, да, здесь у нас записка, тут все изложено. Здравствуйте, Андрей, спасибо вам и вашей команде за добросовестный труд и интересный контент. Успехов вам. Спасибо большое. Так, по телефону всю историю я описывал в ВК. Это реф сазона. Нужно заменить корпус на оригинал, проверить батарею, по вашему усмотрению заменить. Так, летит пыль под фронтальную камеру. Устранить. Сделать по красоте. Также хотелось бы приобрести. Та-та-та. Так, ну, тут уже приобретение. Так, понятно, да. Ну, и да, на вскидку, как бы вот эта вот история, то, что, да, у нас сейчас где покупать телефоны, люди смотрят, везде глаза вот такие, никто ничего не понимает. По старой памяти все эти площадки, да, уже, ну, как бы довольно древние, не знаю, им по 20 лет вроде как внушали доверие, хотя туда особо не смотрели, потому что перечень там, ну, был какой-то ограниченный. И вот с тех пор, как это именно стало, знаете, по общепринятому вот этому образу и подобию, я не знаю, западных маркетплейсов, это стало, ну, вот, как раз-таки такой помойкой, где любой ИП-шник, любую непонятную ревку вам может продавать по непонятным вообще каким-то обозначениям. Ну, не знаю, как данный был телефон обозначен, наверняка это не оригинал было написано. Ну, возможно, да, что это, ну, как-то было обозначено. Даже не представляю, как можно такое обозначить. Тут вот коробка сразу же поддельная. Это вообще характерно видно по принту. В оригинале, да, здесь некая есть перфорация, вот, как раз-таки на области камеры, где вот, ну, как бы вот такие совпадения. Ну, тут просто это вообще, я не знаю, тут даже описывать это не имеет смысла, ну, потому что это берешь руки, сразу же видно, что это какая-то вообще туфта. Да, здесь наклейка, здесь наклейка, левые вообще принты, напись, ну, вообще. И сам аппарат, я уже, конечно же, это все дело предвкушаю и понимаю, что это, да, это ревка наверняка какая-то лютая. Посмотрим, насколько то ли китайская, то ли это уже какое-то местное, я не знаю, производство восстановления. Да, как описал человек, запылена фронтальная камера. При всем при том, что как-то вот на вскидку, да, ничего не люфтит, вроде плотно все сидит, но и тем не менее, да, вот такой эффект. Да, разбился, побился у нас корпус вот в этом месте. Корпус, опять же, также на вскидку не сказать, что, но явно здесь что-то не то, то есть в оригинале, когда у нас все четко сделано, собрано здесь, никакая пылинка там с течением времени не залетает. Тем более, что нету никакого ни загиба, ни прогиба по корпусу. Так, будем разбирать, смотри, а, здесь у нас вообще, похоже, нет решеток, либо что-то с ними не то. Просто дыры. Ну и да, давайте вот это дело приводить в порядок, что называется, по батарее мы посмотрим, ну и, соответственно, попутно все вот это дело обсудим. Включается. Так, еще раз, заменить корпус, чекнуть батарею, почистить фронталку, ну и, соответственно, чтобы дальше жила служила. Вас понял? Делаем. Да, по экрану сразу же видно, что что-то непонятное, неравномерность вот этого белого фона, здесь вот какие-то засветы, здесь подсветы, но сам экран очевидно, что работает, то есть тут указаний не было. Пароль в данном случае нам, наверное, даже не нужен, а его даже и нет. В принципе, да, чекнем нашими подручными средствами. Так, окей, вырубаем, открываем. Ну и да, как бы не обозначаю название маркетплейса напрямую, так, не знаю, как бы тоже, в принципе, наверное, под каким-то старым убеждением, что все-таки есть люди, которые стараются работать хорошо, то есть добросовестно и честно, но, к сожалению, все-таки в текущих реалиях такие магазины, такие продавцы просто не выдерживают конкуренцию с подобными историями. Это, знаете, где люди насмотрятся, я там не знаю, как это называется сейчас, инфо-цыганство вот этого, где там выхожу там на маркетплейс за два дня, там с ними товара на руках, там вот эти все истории, вот в принципе, и двигают вот эту всю тему в сторону вот такого, как бы сказать, ну, негативного, да, восприятия этой всей истории. В принципе, сама площадка эта должна была, как бы, по идее, регулировать вот эти все моменты, но из-за обилия, конечно же, вот этих всех предложений, товаров, множества всего, это, видимо, было, ну, дано просто на откуп тех же самых продавцов. И получается у нас парадоксальная ситуация, что сам продавец должен отвечать за свое дело, ну, и, как бы, изначально он не старается вот это вот, как бы, держать марку, ну, потому что что, он сегодня открыл один, там, я не знаю, вышел в кэш, там, заработал либо что-то, завтра другой, третий, четвертый, то есть там задача изначально такая, то есть не задача работать там на репутацию, на долгосрочное вообще какое-то планирование своих действий, а просто реально рубануть и слиться. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти вот взаимосвязанные элементы, которые относятся к этому устройству, и тебе нужно восстановить, это, как бы, такой конвейер восстановления. Да, это обычно китайский конвейер, но, видимо, здесь уже, может быть, и какой-то, ну, более близкий, на самом деле. Да, стандарт, ничего я здесь нового вообще не вижу, везде печатики, штампики, наклеечки, всякая шлобута. Так, ну да, копия у крана, это у нас недорогая, и вот, на самом деле, смотрю, сразу же наблюдаю, почему сюда валится пыль, хотя, казалось бы, да, что есть проклейка. Ну и проклейка, кстати, сказать, не самая такая дешевая, это более-менее окей, которая тянется силиконовая, она же является и такой плотненькой, но почему скапливается пыль, это, ну, вообще, в принципе, по совокупности вот этой всей истории. То есть тут непонятный корпус, непонятный экран, с им же идет рамка, то есть она немножко, да, от лития, может быть, не такое, не так плотно это все-таки прилегает, как должно быть. На такие случаи, я не знаю, я применяю, как бы, двойную проклейку вот в этой истории, то есть два слоя прямо этого силикона налепляю, и вот это как раз-таки дает, вот это вот сокращает, уменьшает вот эти вот люфтовые пространства, которые, из-за которых, да, организуется вот эта пыль внутри. Да, это сделаем в конце, обязательно все почистим, ну и вообще, да, классическая история, я не знаю, наверное, все-таки, как бы, если честно сказать, что этот аппарат продавался без обмана, с указанием того, наверняка, что это какой-то либо был аппарат, либо восстановленный. Ну и вот, на самом деле, да, когда к тебе приходит такая история, конечно же, так, опять же, я понимаю, оспорить это, на самом деле, невозможно. Тут нет обмана, тут тебе заранее сказали, наверное, это была, опять же, честная цена, почему человек на это повелся, но это объективно просто нужно понимать следующим образом, что это некого рода все-таки рулетка. Тебе плюс-минус что-то может быть подойти, прийти там, ну, хорошее, я не знаю, какое. А, да, вот у нас еще и обманочка, по батарейке мы видим, да, у шлифа. Так, сейчас разбираем, да, посмотрим картину все-таки в общем. И, да, по батарейке, по батарейке у нас есть стоит обманка, но, видимо, да, здесь пытались собрать все-таки этот телефон полностью, чтобы не было на нем вот этих сообщений. Я так понимаю, что и вот подпись на этой микросхеме, это относится она к этому же телефону, и как раз-таки по всем связанным элементам у нас есть, да, все полностью привязки, чтобы это невозможно было опознать, как что-то, как будто бы на нем менялось. Но вот тут уже, да, история честности может быть не в этом случае. Тут пытались, да, скрыть и замену аккумуляторной батареи, применив обманку, ну и вот эта вся история. Так, батарею, да, чекнем, посмотрим, сколько ее реальное, фактическое состояние, убрав обманку, мы сможем это посмотреть на флешере. Ну и да, в принципе, делаем, приводим в порядок. Вообще, кстати говоря, неплохо было бы запросить пароль у человека, чтобы еще чекнуть на компе, посмотреть, как в таком виде он определяется по родным принадлежностям на компьютере. Так, давайте, да, наверное, это сделаем. Еще раз включу, стартану и попробуем посмотреть. Так, ребят, ну и да, запросил пользовательские данные, чтобы чекнуть, посмотреть, вот это вот, вернее, показать на компе вот эту историю более подробно. И да, из диалога с человеком была вот все-таки история поподробнее здесь у меня есть. Так, собственно, наткнулся на Озон, было достаточно отзывов, и все с оценкой 5 звезд, все писали новый. Приехал в упаковке, все как по заводу, активировал в настройках срок гарантии стек, на 3U Tools все ок, но аппарат 20-го года. Так, и спустя пару недель на этот айфон на Озоне стали появляться и негативные отзывы. Что-то у кого-то не работало, вернуть не могут, ну и действительно, стал разглядывать, коробка неоригинальная. Спустя месяц пыль под глазком камеры невозможная. Так, расстроился, хотел спихнуть, но не смог, духу не хватило. Проходил около 4 месяцев, по работе нареканий, кроме батареи, спустя полгода показывает также 100%. Но на день мне зарядки не хватает. Так, ну да, вот, собственно, вот это да, с первого источника вот это все описание. Как в принципе я и сказал, что да, можно легко вот на этих площадках спутаться, то есть там отзывы это никакой не ориентир, то есть это там, это все муточки по большей части. Ну, не скажу опять же за всех, может быть люди там все-таки есть, которые стараются работать, но просто само это все переросло в некую, конечно, в некую другую форму. Где подобные площадки рассматриваются еще раз, не для долгосрочной там занятия бизнесом какого-то отдельного человека, а вот для таких вот туда залетных, я не знаю, пацанчиков, девчончиков. Так, наверное так, да, ждем пользовательские данные. И хочу все-таки побольше раскрыть тему здесь вот с этой обманкой и с батарейкой, то, что у человека заворожилось вот это состояние и плюс не хватает ее. На вскидку я думаю, что установлена, ну, возможно новая, возможно какая-то потрепанная батарейка, опять же, да, со скрытием вот этой, с использованием обманки, ну и, видимо, вот со всеми вытекающими. Так, да, будет интересно, есть ли этот пароль. Так, ребят, жду данных, ну, не знаю, наверное, давайте все-таки, да, попутно делаю это все дело, и в конце, наверное, мы уже все-таки поразглядываем это, опять же, в собранном уже в новом виде. Да, а то тут просто неизвестно сколько ждать, дело надо делать, бургаш сам себя не купит. Ну, да, разбирая, раскручивая всю вот эту историю, на самом деле, да, я примерно понимаю, что это не китайская, как бы, сборка, потому что, видимо, все-таки где-то здесь уже налажено это, и это, так сказать, уже как европейские люди делали, потому как, ну, по-честному, да, старались делать хорошо, то есть китайцы на своих конвейерах, они уже давно и даже так не парятся. То есть там все гораздо еще как бы, ну, гораздо более грустно на самом деле бывает, потому что здесь, во-первых, как я и сказал, ну, корпус даже на скидку окей, проклейка на скидку окей, все, да, постарались сделать, ну, вот это, скрыть всю эту историю, ну, и винты все на месте, вот эта вся история, да, как бы пытались сделать хорошо. Да, ну, еще один признак такой вот истории, на самом деле, это та тема, которую я хотел поднять в отдельном видео, ну, не знаю, предварительное освещение ее сделают, ну, даже, может быть, вот так. То есть сейчас для скрытия замены батарейки, по сути, нам вот эта обманка и не нужна. В чем я и хотел вот это сформулировать, вот эту вот всю историю, всю вот эту вот ненужность вот этой процедуры для людей, опять же, которые не понимают. Для тех, кто, да, нас смотрит, это уже не вопрос, и спасибо вам, там, приятно, да, когда обращаюсь там по замене батарейки, я скидываю свой стандартный скрипт, когда говорю, что, напоминаю, что при замене батарейки будет сообщение о замененной батарее, и мне человек пишет, отвечает, я знаю, я вас смотрю, там, все окей. Да, а как раз-таки для несведущих людей я в лишний раз хочу обозначить, что это вот эта просто вся тема, она не нужна. То есть сейчас, по сути, обман сделать можно и без вот этой обманки. И как раз-таки на вот этой истории я покажу, как это сделать. Ну, на самом деле, здесь немного ума нужно, то есть просто, если эти ребятки правильно прописали эти данные, то есть сняли, записали в обманочку ключ, то есть проинициализировав аппарат сам, 100% вот это измененное состояние в батарейке, можно ее просто убрать, и он также дальше будет показывать уже 100% без вот этого переходника обманова. Ну и почему начал говорить, что это вот эта европейская история, да, видимо, уже какая-то местная, потому как китайские люди это уже давно применяют. То есть они вам подменят батарейку, и он будет думать, что родная, без уже вот этой вот истории обманки. То есть там уже немножко на другом шагу. Вот именно по этой причине я и думаю, что это какое-то уже местное производство. Ну, либо местное, либо какое-то близлежащее. Так, это мы, да, это мы в конце обязательно, я покажу, как это выглядит. Посмотрим. Так, да, аккуратненько постарался изъять батарейку. Вот она, да, та самая штука, я не знаю, это как, ну, инвазивный вот этот приросток. Может быть кому-то непонятно, но в оригинале, конечно же, не должно быть вот этого вот отростка. Это та самая обманочка. Что она делает, это некий такой контейнер, переходник хранилища данных, да, это то же самое, что мы не можем изменить в батарейке. То есть закрыта эта область памяти в батарейке, где хранятся количество циклов и объем батарей. Так вот этот контейнер, как раз-таки некое хранилище памяти, где эти значения изменяются. И когда это подцеплено на саму батарейку, нахлобучено, то есть частично эти данные считываются с него. И остальные данные, которые принадлежность по серийному номеру к самой плате, непосредственно с родной, с родного контроллера. Ну и в совокупности, да, вот это вот получается составные композитные данные нам дают понимание, что да, батарейка не заменена, то есть она родная. Ну и вот таким получается обманным путем. Так вот еще раз, вот эта штука вот в этой всей канителье не нужна. То есть сам телефон у нас проинициализирует вот эту вот родную принадлежность, измененные вот эти состояния объема и можно эту обманочку убрать. Да, это опять же в конце. Ну и кстати говоря, справедливости ради сказать, мне эту тему тоже как бы это не самопознание какое-то. Хотя здесь к этому пониманию есть вообще логичные пути, чтобы к этому возможно было прийти. Но опять же это я по-честному не сам додумался. И спасибо людям, да, которые пишут в комментариях. Многие вообще вещи на самом деле черпаю из ваших комментов. И спасибо тем, кто пишет вот всякие такие интересные здравые вещи. Да, всех знаю, всех помню. Вообще, да, показывая вот такую историю, я все-таки еще в очередной раз хочу большим людям, пользователям, опять же на простом на пользовательском понимании донести, что не надо мучить мастеров, не надо заниматься самообманом, просто меняется батарейка без вот этих всяких историй. То есть я думаю, что ну наверное не найдется мастера, который, если бы ему предоставили выбор просто заменить батарейку, или вот с этой вот колхозной вообще процедурой, то он бы склонился к этому. Конечно, это любые вот эти человеческие факторы, вмешательства. Ну вообще в правильной работе я считаю, что нужно стараться их минимизировать. И кстати говоря, да, по вновь, недавно выработанным мною протоколом, я вот батарейку вообще, честно сказать, да, кладу вообще отдельно в сторону. Это уже на автомате у меня стало, потому как, я не знаю, в прошлом, либо в пазапрошлом видео, у меня была история с дымком. Так, ссылочка на дымок в описании. Так, 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 да, продолжаем, разбираем, рассуждаем. Ну и да, здесь у нас по стандарту, вот конечно, здесь уже есть какая-то вот у нас идентификация, вот эта вот печатька, штампик опять же, год, это видимо продавец, ну что-то такое. Опять же так, ну скидку, все чистенько, опрятненько сделано. Да, опять же, вот это на камере идет пометочка КЗ, и это как раз таки тот момент, чтобы невозможно было подключить к компьютеру, определить какие-то замененные детали. То есть, опять же, в понимании, видимо, был какой-то телефон разбитый, побитый, а какие-то гаврики, да, доподлинно точно понимают тему, что даже и подключенный. Ну, кстати, нет, по-моему, динамик не определяет принадлежность. По-моему, таптика определяется принадлежности. Экран, да, батарейка, да, камера, да, ну это понятно, да. Ну, то есть, люди, понимая всю вот эту тему, реально делали вот этот подлог в данном случае. Ну, и опять же, судя из описания владельца, если это продавалось как новая вещь, была какая-то, видимо, интересная цена, но, опять же, высокая вот для такой истории это точно. То есть, тут, конечно, вопрос вот этих повышения прибыли. Ну, и опять же, справедливости ради можно, да, оценить, проанализировать такую штуку, что это может быть неплохой продавец. И на самом деле, да, он искал пути к каким-то новым аппаратам, чтобы купить их, продать там подешевле, да, соответственно, предложить это людям. А вот тут уже нарвался на таких, как бы, людей. Ну, и вот это, опять же, есть как бы, если ты что-то в чем-то не понимаешь, то, конечно, ты будешь попадать в такие истории. Может быть, ты там не какой-то злодейский злодей, где ты там свою сверхприбыль прочитал, но не разбираясь досконально в этой теме, ты попадаешь вот в такие истории. Тем самым, как минимум, да, ну, я не знаю, приобретаешь себе гнев пользовательский. Вообще, это, опять же, все элементарные, ну, обычные бытовые вещи вообще. Так, сама оплатка хоть у нас и с печаткой, а вот тут уже, да, есть китайские скрижали. И тут понятно, да, откуда растут ноги, то есть это, ну, вообще, да, по плате так же не видно каких-то следов пайки. Может быть, это и окей. Может быть, это, знаете, как история поверхностного вот этого повреждения аппарата где-то там в мире. Ну, и, соответственно, вот его восстановление уже, я думаю, что все-таки здесь. Китайцы бы так, ну, не стали вот прям, прямо стараться. Тут видно, что, ну, возможно, это, да, кто-то старался. Да, изымаю низ, и мне вот сейчас интересно, что там стало вообще с решетками. Есть ли они там, нет ли их, что ли там с ними. Так, ну, что-то проглядывается, но как-то крайне там как-то в глубине и непонятно. Да, так не должно быть. И частично, да, уже начну переносить низ, чтобы поменьше тут была разложенность. Да, разглядываю корпуса. На нашем это, конечно же, есть принадлежность. Это лоба. Оргинал. Да, здесь рама сама вообще, по-честному сказать, тоже похожа на какую-то некую родную. Ну, и, возможно, это как раз-таки опять та история, где была родная рама, но заменено вот это стекло отдельно, на котором как раз-таки есть принадлежность. Так, да, отпадывает у меня вот тут так интерфейс без проводки. Ну, и да, меньше снимать. Снят, кстати, по красоте. Молодцы. Так, переношу низ, чтобы меньше всего валялось. Продолжение следует... так, ребят, да, рано на самом деле похвалил вообще людей, потому как здесь у нас нарушены вообще жестко, причем каноны это у нас нету вот этой антикачельки в структуре кнопки, и тут что-то наманджено вообще непонятное да, какие-то подклеечки заместо железных основ вообще не знаю, что это такое, так, пошел искать нормальное да, кнопки и их вот эта вот долгосрочность службы зависит именно от вот этих вот правильно созданных воссозданных, вернее, как в данном случае, вот этих всех структур нужно делать как по-родному, тут возможно, да, не знаю почему ну, вроде на вскидку, да, люди как бы старались делать, но вот все-таки отошли от канонов так, да, ребят, тот случай, когда с останков других телефонов беру вот эти детальки, ну и тут уже на самом деле комбинированные останки приходится использовать здесь левого борта нет, но есть правый, нужная здесь есть штука так, отсюда возьму левый, да, вот так, вот так так, вот так так, ну да, ребят, дошел до момента, где уже мы ставим непосредственно батарейку, и да, есть у нас пользовательские данные, сейчас мы всю как раз таки вот эту вот историю обманки, да, попытаемся раскрыть поверхностно поверхностно, кстати говоря, да, потому что я хочу отдельно эту историю, ну, сделать отдельное видео, чтобы как-то было более локально, без вот этого всего остального ну и может быть, да, будет полезно так, подключаем экран да, вот тут тоже, кстати, неправильно собрано так, вот так ушко должно быть, окей еще раз, да, скорее всего мы сейчас увидим все вот это вот результат вот этого всего колхоза, тем не менее, что все мнено, но будет показывать, что все родное, это как раз и вот та история понимания, что не надо, ребята, вот этой вот, ну, заниматься фигней по-пустому, то есть такие вещи они изначально, почему это обозвало сразу же, окрестив, да, обманкой, потому что это, ну, в принципе для обмана, если вы делаете для себя, то, ну, как себя там, я не знаю, себя не обманешь это нет смысла, более того, что технические моменты и тонкости тут есть очень неоднозначные так, сейчас чекнем это знаете как, да, вот это вот попытались там сделать, восстановить, как я вот возился с кнопками и кнопки, это да, для долгосрочной службы здесь их пытались подгонять, подколхоживать, видимо, да, под этот корпус, то есть, ну, и вот этими всякими историями подманживали, что называется как раз таки это да, дает тебе такое в моменте, да, и то, что у тебя родная принадлежность всего этого дела и вроде бы как все выглядит окей, новенький, да, все-все в порядке но вот со временем эти штуки, как, кстати, написал владелец, начинают одним, вторым, третьим себя проявлять так, 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 на комп а, нет, прежде, да, на пользовательском уровне все завизируем, посмотрим состояние баттера да, вот она, внутряночка нашего, да, аппаратика интересного так, настройки прежде всего, да, аккумулятор нас интересует состояние аккумулятора, ну и да, здесь 100% как забиндина, неизменно, но вот это опять же такой неоднозначный момент, так, сейчас хочу что сразу же сделать, это вот оцепить вот эту обманку и у нас по сути вот это вот будет телефон видеть родную, якобы, да, батарейку и со 100% объемом, так, сразу же это сделаем и завизируем вот этот момент, так, единственное, я на время вот этих всех вещей сделаю белый фон, на нем удобнее, приятнее смотреть, так, да, отключаю батарею отключаю, убираю обманку ну и, кстати, да, других моментов у нас нет ни по одному из показателей замененности то есть экран также определяет, что родной, хоть и китайка если бы была какая-то история замена у нас бы в разделе настройки основные появился бы раздел история деталей и обслуживания, здесь его нету так, все, врубаем вот она, та самая штучка так, в стороночку да, в чем смысл, вот сейчас, чтобы мне проинициализировать в телефоне правильный объем, мне нужно подключить стороннюю батарейку, чтобы телефон проинициализировал вот эту замененную структуру и тогда уже у нас батарея бы показала истинное состояние дел ну, вернее, да, не батарея, как правильно сказать, а тот контроллер, который сюда насажен, родной, видимо, который был перекинут с изначальной той батарейки, ну и, конечно, вот это и есть та самая логичная штука, о которой я говорил, о которой, ну, в принципе, да, не додумался да, такой, тут как бы обратная логика но вот сейчас в этом вот виде, без обманки у нас будет показывать также 100% состояние батареи дальше посмотрим на компе на компе вроде бы как должно отображаться истинное положение дел в контроллере, непосредственно в самом контроллере и как раз вот это такая парадоксальная штука, что состояние батарейки у нас походу у нас, по сути, да, содержится и в самом телефоне и в контроллере И это вот в первородном виде как раз таки те композитные данные Которые как бы система определяет и считывает и там и там и сопоставляет И как раз таки применение опять же этих обманок Я покажу да более подробно на логике вообще этого понимания Что может происходить далее Так быстренько Так еще раз настройки Аккумулятор Состояние Ох да и вот сейчас проинициализировалось 99 Кстати говоря Ну да это та штука возможно Так ну вот интересно понять Ну да возможно здесь еще не каждая обманка вот так себя ведет Но сам факт что у нас батарейка видится родной Без вот этой излишней излишней структуры Так и сейчас мы завизируем на компе как это выглядит Так чекпик и на компьютер Да ну здесь ребята мы видим по факту то что есть какие значения в самом контроллере Это то что 1370 раз заряжен и состояние батарейки по факту то 80% Ну и как раз что делает обманка это она просто подменяет вот эти два значения На которые мы модифицируем в ней Ну и получается по сути мы конкретно себя просто обманываем Если это делаем мы для своего какого-то личного успокоения По факту у нас в контроллере значения так и остаются неизменными И вот это все наше пользование И то как мы вообще ну да видим глазами Всего лишь это вот в этой обманочке находится И по сути так и есть да То есть если ты хочешь да сделать там продать там либо что-то сделать То тебе вот она даже не нужна И сейчас по сути мастера кто вот это занимается этим делает Они даже не держат вот такие структуры В большом довольно количестве только лишь Как сказать дежурные для вот этой инициализации Вот этой первичной записи в устройство 100% состояния Далее она убирается и в телефоне у нас видится соточка Так вообще по устройству в остальном да все зеленое у нас И это вот как раз таки та штука над чем работали вот эти люди То есть они поменяли перенесли микроху на самом экране И у нас получается screen number А ну да по экрану здесь не вот это не прописывается Сама батарейка да у нас видится что она прежняя родная Камеры у нас да подписаны там буквами кз Это все принадлежность к этому телефону Ну и по сути у нас все здесь не как определить Что это какой-то реп восстановленный Все зелененькое 98 это как раз таки процент понижен Из-за того что у нас батарейка в изношенном состоянии По факту это так Ну да немножко да в отдельном видео я все-таки эту информацию Более лаконично более взвешенно подобью Здесь просто для меня вот это все явилось неожиданностью Но в голове уже подозревает вот эта вся тема И конечно я еще раз к этой теме вернусь более подробно Что в данном случае вот сделать с батарейкой человеку Ну наверное даже ничего Оставлю какие с обманкой пусть так и будет Так да друзья заканчиваем Заканчиваем и продолжаем да именно так Ну да а в чем парадоксальность вот этой получается обманки То что по факту в родном контроллере инфата о батарейке и есть О физическом состоянии батареи она сохранена в том виде в каком она была Это я показывал 80% состояния И с этим как раз таки связаны многие другие парадоксы Которые по разному вообще на самом деле у людей происходят Я не знаю да покажу крайний диалог попытаюсь сейчас найти А вообще такие вопросы валятся ну практически каждый день То есть я там поменял батарейку с переносом контроллера У меня то-то, то-то и то-то Там немножко есть разрозненные данные То есть выверить как бы такую Классифицировать в эту систему пока мне еще на самом деле не удалось Но есть понимание что это на самом деле как я и говорил Что это ну не круто для своего пользования Все таки более правильно просто поменять батарейку и не мутить вот это колхазманство Потому что там телефон на самом деле в какой-то момент начинает сходить с ума В самом телефоне как мы видим да это непривязанные данные По факту что находится в батарее он видит одно В контроллере другое в какой-то момент да физическое Пересчет происходит в самом контроллере От этого быстро происходит падение Но вот не в данном случае опять же потому что здесь у человека вообще заворожилось На 100% и полгода ничего не происходило Сейчас я перетык уже 99 что там дальше как не понятно Да, вот эта вот история Вот это именно тот момент, о котором я говорил Что если, опять же, вот еще раз, для себя просто меняете батарею Не компонсируйте голову, никому Ни себе, ни тебе, ни ему, никому Просто поставили, пользуйтесь вообще на здоровье Старую батареечку вам мастер отдал, соберетесь продавать Как дал он многих аргументов, что я буду продавать, там будет сообщение, что я там скажу Соберетесь продавать, вам мастер назад батареечку оставил Все, вы человеку продаете, человек там дела вообще не ведает, не знает Это не обман, это именно правильный порядок поведения Ну да, в данной, в нашей текущей ситуации, да То есть раньше я как обозначал, что либо просто меняете батарейку, либо официальный сервис Сейчас официальный сервис, да, существует, да, можно, но дорого, долго, неудобно Объективно как есть, просто меняете батарею и не парите мозги Так, да, мастера, я думаю, поддержат адекватные Ну и, кстати, да, справедливости рады, нужно отметить такой момент, что для многих мастеров это, конечно, является конкурентным таким преимуществом вот в этом самом в истории То есть кто-то себя бьет в грудь, обозначая, да, да, я вам заменю, у вас никакого сообщения не будет и 100% будет показывать Ну, это вот да, это работает в тех случаях, когда человек не подколан и ты хочешь его себе приманить Это естественное вообще поведение, это можно понять на самом деле, это, ну, это окей Но когда вот, я не знаю, когда люди осознанно там, зная всю ситуацию, когда пользователь имеется в виду, зная всю эту историю, хочет все равно это сделать, это я считаю неправильно Обманка, она на то и есть обманка, чтобы обманывать Так, опять у меня оригамный затык, вот эта логика мне вообще просто на меня Она меня просто вообще обходит стороной, я ее не понимаю Ну, не мое это Так, вот так вот так, вот так вот так, чпингс Да, и готово Так, есть окей, да, финально закрываем в чистый вид Ну и да, в данном случае я сделаю две проклейки, на самом деле такую методу уже использовал неоднократно Это как раз таки для вот этих историй сопряжения, да, неправильной рамки с правильным корпусом Чтоб помягче село Ну и да, но скидку, я не знаю, напишите, что вы думаете по этому поводу, вот то, что вот, как я сказал, обман, обман без обманки То есть вот эта вот, вот эта история, как бы, опять же будет интересно, какие-то, может быть, интересные теории, гипотезы возникнут здесь Ну, я думаю, что точно возникнут, ну, взвешенные, логичные, буду рад, не знаю, сделать эксперимент А там, обманечка Субтитры подогнал «Симон» Так, да, ребят, еще провел тут ряд мер, чтобы не было пыли под глазком Это, да, это важная штука, куда ты смотришь, и вот, конечно, да, это расстраивает Это знаем, понимаем Ну и вообще, у меня история тут, на самом деле, не про то уже пошла Да, обещал показать вот крайнюю переписку по теме Ну и получается, да, вот, с первоисточника недавнее обращение человека Да, значит, звучит так Андрей, здравствуйте, можно у вас узнать, в чем может быть проблема? Меняли недавно аккумулятор на iPhone XR с переносом микросхемы Да, это вот эта вся история На новом аккумуляторе телефон выключается на 10% Почему такое может быть? Ну и вот это вот, тут, вот, вот это вот и есть та история, которую вот я говорю, что с этой вообще вещью, с батарейкой связано очень много штук Вот эта обманка вот в этой всей цепочке, я считаю, что недопустима Опять же, да, есть задача, чтобы просто правильно поняли Для себя, без нее, для каких-то там муток, пожалуйста Ну и, соответственно, те, кто, да, обращается где-то за приобретением в какие-то, как, ну как это уже сказать, надо, в сторонние места Понимаете, просто знайте, какие риски, какие истории могут быть с этим связаны Поэтому важно брать БУ технику за разумные денежные средства в проверенном месте, да Ссылочка на проверенное место в описании Так, все, друзья, закрываем эту штуку Ну да, в принципе, как сказать, заключение, да, вот по этой вообще вещи, что, наверное, все-таки будет жить, служить Потому как по плате я не увидел каких-то работ Мишура вот эта вся, она, конечно же, меняется Да, в какой-то момент важно ее сделать правильно, чтобы она служила годами и не доставляла тебе хлопот Побил-разбил, это антропоген, это уже другое Но вот в том виде, в каком она целая, она должна стагнированно служить и работать Да, здесь, конечно же, мне не нравится экран, вот эта вот история, но Это уже не история дополнительных вложений в этот именно телефон Так, шик-шик-шик, надо сделать И закрываем Да, снаружи, конечно, вот как и сам человек, он даже никак не определил вот эту всю историю Но вот по таким только косвенным каким-то вещам уже понял, что что-то не то, что-то не то Ну и началось Ну и да, давайте в комментах разовьем вот эту тему Мне интересно послушать, что вы думаете вообще по этому поводу Как это у нас обман без обманки То есть вот эта вся история Как вообще, как вообще это, ну понять вообще, понять У меня есть свои некие понимания, которые я выражу все-таки Скомпилирую и выражу, да, видео по теме Ну интересно, да, всегда как бы вот послушать общее мнение вообще по этой истории Что к чему да почему Да, экран, кстати, не яркий То есть вот где-то, ну на 30% у него яркость слабже, нежели чем у оригинала Да, я хочу чекнуть контрольное состояние батарейки Ну да, вот эти вот мои, видимо, передык спровоцировал вот этот пересчет Хотя в принципе, почему долгое время так стагнировал у человека, непонятно Может быть разворожилось Ну да, не увидел я какого-то плохого там прямо признака на батарейке Поэтому в таком виде и оставил Тут в принципе это было на мое усмотрение Все, я думаю, что эту историю можно завершить Как говорится, локально Пока что, на этом все Всем привет и всего